Ежегодно в начале мая идет активная подготовка к Дню Победы. В 2003 году в параде приняли участие более 400 сотрудников ОМОН, МЧС, ГИБДД и отряд кадетов. Традиционно тренируют строевой шаг, равнение и приветствие. Столовись! Поравняйся! Смирно! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! В 2004 году в одной из школ Саранска проводили торжественную линейку на тему экологической безопасности. Младшие рисовали мелками плакаты с лозунгами, средние классы из фантиков и пакетов делали настоящие произведения искусства, а старшеклассники посадили несколько десятков саженцев. У нас их не хватает в школе, их вообще нет. Там вот есть деревья, а здесь вот их нет, поэтому мы их сажаем. Чтобы воздух был чище и чтобы человеку было как бы легче дышать, и как вот в русской пословице говорится, человек должен за свою жизнь вырастить ребенка, написать книгу и посадить дерево. Вот одно из этого я уже сегодня сделал, то есть посадил дерево. В 2005 году финал Лиги КВН школьных команд проходил в Кемле. В заключительной игре участвовали команды из семи районов Мордовии. Главными темами для шуток были местные достопримечательности, конезавод и сродельный комбинат. В 2016 году в селе Белозерье почтили память погибших в Великой Отечественной войне. На фронт отсюда ушли более 300 человек, половина не вернулась. Школьники рассказывали истории о родственниках, которые участвовали в войне, и читали письма, посвященные прадедам. Я пишу тебе письмо, в котором хочу рассказать о твоей семье, как они жили, какая у них была дальнейшая судьба. Я думаю, ты бы очень хотел знать, поэтому фотографии тоже отправляю. Скоро 71 год Великой Победы, и мне захотелось обратиться к тебе и поздравить. Я никогда не видела тебя, но прабабушка рассказывала, что ты был высокого роста, голубоглазый блондин с ямочками на щеках. У бабушки Халиды была твоя единственная фотография. В 2017-м в Зубово-Полянском районе отмечали 72-ю годовщину Великой Победы. В исправительной колонии номер 13 для заключенных организовали тематический автопробег, молодежный флешмоб и шествие бессмертного полка. Это моя бабушка Хромова Вера Андреевна. Она еще участвовала при благодати Ленинград. Она ездила на грузовике, было холодно, и грузовик начал тонуть. Она еще с собой перевозила солдат раненых. И она сама спасла и солдат, и сама спаслась. Награды лежат дома. Каждый раз нам бабушка достает, показывает. Они хранят, как зенит сока. Никому не дает их трогать. Это были все истории, произошедшие 5 мая, о которых мы успели рассказать. Ксения Бебинова, Наши новости.